Бسم الله الرحمن الرحيم والسلام على الشرف والنبياء والمرسلين نبينا محمدين وعلى آله وصحبه هجمعين ومن تابهم يحسن إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبيل إسلام الدين وبي محمدين صلى الله عليه وسلم نبينا ورسول أمم باق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры просим Всевышнего Аллаха чтобы сегодняшний пост был наш с вами принят и чтобы сегодня мы были в списке из тех людей которые спаслись от наказания ада الحمد لله продолжаем наш эфир нашу лекцию наши уроки مع القرآن вместе с قرآنом вчера мы остановились на том что объяснили хадис в котором رب محمد صلى الله عليه وسلم сказал تَعَهَدُهَا أَذَا الْقُرْآنَ تَعَهَدُوا الْقُرْآنَ на сегодняшний день мы с вами знаем из чецов кто-то любит слушать например как читает шейх Абдурахман кто-то любит чтение шейха Махера Муайкали кто-то Худейфик кто-то любит Хусари Абду Самад Абдул-Баста Абду Самад Мишари Рашид но однако хотелось бы с вами вернуться في أحد النبي صلى الله عليه وسلم вернуться в эпоху пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم и узнать кто же из сахабов был самыми такими сильнейшими читами Кур'ана ведь пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم сказал خَيْرٌ قُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ наилучший из веков это мой век мое поколение наилучший из поколений это мое поколение поколение сахабов потом те кто пришли после них таби'ини а затем те кто пришли после них таби'ин от таби'ин جَلَسَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عند الْعُبَي вчера мы сказали сказали что напомним Убей Убей ибн Кааб многие из нас все из нас знают кто такой Абу Бакр кто такой Умар кто такой Утман кто такой Али кто такой Зубей Тальха Джаффар Муауя но мало кто слышал Убей 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 ибн Кааб удивительный сподвижник посланник Аллаха салаллаху алейхи чем же он отличился от других сподвижников قال Наби салаллаху алейхи то есть пророк Мухаммад салаллаху алейхи сказал сподвижникам всем сахабам инна акраукум Убей самый лучший карих самый лучший чтец из вас это Убей Убей ибн Кааб в один момент Убей ибн Кааб сидел и посланник Аллах подошел к нему сказал я Убей инна Аллах аззава жалла амарани ан акраукум сурат Альбай Убей поистине Всевышний Аллах субхану ата'алья мне приказал прочитать тебе сурат Альбай то есть савару мауков то есть представьте сейчас эту картинку сахаба Убей ибн Кааб это не Абу Бакар не Умар не Утман Убей и сам посланник Аллах салаллаху алейхи подошел к нему сказал Аллах аззава жалла Аллах субхану ата'алья мне приказал тебе прочитать сурат Альбай на что сказал я Расул Аллах у посланника Аллаха ва саммани ла ху лак ва саммани ла ху лак Аллах субхану ата'алья упоминул мое имя тебе то есть Всевышний Аллах субхану ата'алья сказал среди ангелов произнес мое имя и сказал убей Раб Мухаммад салаллаху алейхи он сказал да фанфаджар букаан и он разрыдался на разрыв начал плакать от этой радости то есть Аллах субхану ата'алья произнес его имя Убей Убей ибни Ка'б то есть посмотрите он не достиг того уровня в области хадиса как например скажем Абу Хурей если читать хадисы многие с вами встречаются когда читают большинство из хадисов от Абу Хурей то есть Убей не приходит в цепочке хадисов он не достиг такого как достиг Абу Хурей или тот кто записывал хадисы подобно Абдулла бин Амр бин Аз или не достиг того уровня такдим субуфу аль-джихад то есть впереди во время джихада во время Газават впереди стоял полководец как Халид бин Валид не достиг такого уровня и он не отличился тем что он много давал садакат на пути Всевышнего Аллаха как делал это Усмана и не был таким близким другом приближенным к пророку Мухаммаду как Абу Бакр или не был подобным и не был храбрым как Али и не был из тех которые служил пророку Мухаммаду подобно как служил Анас бин Малик он всегда находился с посланником Аллаха когда пророк Мухаммад сделал из Мекки Медину мама отдала его еще будучи ребенком и он служил посланником Аллаха поэтому говорится что последний сахаб который умер Анас бин Малик но однако чем он отличился отличился Кураном отличился чтением Курана поэтому Всевышний Аллах именно его имя произнес среди ангелов Убай поэтому то есть служил Убай бин Кааб то что Всевышний Аллах его наградил Кураном то что Аллах наградил его Кураном признес его имя среди ангелов поэтому говорится Хамилен Куран то кто живет с Кураном то кто в себе несет Куран то кто живет по Курану читает Куран изучает Куран заучивает Куран Как сказал то что что он что он 4 качества у того кто живет с Кураном то кто читает Куран доброта благочестие терпение и богобоязненность и это есть одежда одеяния Хамилен Куран того человека который несет в себе Куран того человека который читает Куран того человека кто изучает Куран того человека который стремится Куран Вот это его одеяние. Пророк Мухаммад, когда возвращался после битв, после Газабад, всегда делились, кланы делились. Один клан шел со своим кланом, другой клан шли своим джамаатом. Поэтому, например, если посмотреть, там Бану-Са-Киев, Бану-Хуза-А, Бану-Бакр, Ауз, Хазирач, Курайч, то есть они каждый, Са-Киев, они своим джамаатом шли. Хуза-А, клан Хуза-А своим джамаатом шли. Бану-Бакр своим джамаатом шли все. Поэтому, посланник Аллаху, когда возвращался ночью после Газавада, после битвы, сказал... Я знаю, говорит, местоположение. Сейчас мы идем к каждой кабине, каждый клан, каждый тейп идет со своими джамаатом. Джамаатом, и я знаю, где Аш'ариин. Слышал такого сахаба Абу-Муса Аль-Аш'ари. Вот эти Аш'ариин из этой кабины, из этого джамаата, из этого клана, из этого тейпа, где их местоположение? По их красивым голосам. Они когда возвращались, читали Кур'ан, и у них были красивые голоса. Поэтому, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, один раз подошел и услышал, как Абу-Муса Аль-Аш'ари читает Кур'ан. У него был прекрасный голос. То есть мы уже с вами поняли, первый один из сильнейших часов сахабов, Убэй, Убэй бин-Ка'ан. Другой из часов, Абу-Муса Аль-Аш'ари. Когда читал Кур'ан Абу-Муса Аль-Аш'ари, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, незаметно подошел сзади и начал слушать его чтение. И заслушался. И когда он повернулся, повернулся к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал... Я, Расуль Аллах, акун-то тастамю алейхи? О, посланник Аллаха, ты слушал меня? Если бы я знал, что ты меня слушаешь, я бы тебе его чернилой бы расписал. То есть имеется ввиду здесь мажазь, метафора. То есть я тебе еще красивее бы его прочитал, если бы знал, что ты меня слушаешь. Расчернил бы тебе этот Кур'ан. На что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, ответил и сказал... Аллах тебе дал горн, подобно тому, как дал Дауду, алейхи вассалям, пророку Дауду. То есть опять же пророк Дауд, Давид, Аллах не спослал ему... Всевышний Аллах, субхану алейхи вассалям, сказал... Дали мы Дауду забор, псалтыр. И когда он читал, Всевышний Аллах, субхану алейхи вассалям, сказал... О, горы, повторяйте за ним. То есть когда он читал забор, Дауд, алейхи вассалям, горы слушали. Это забор, и обратно возвращался ему этот прекрасный, прекрасное чтение. То есть и так вот похвалил он его и сказал... Тебе дан горн, которым был дан Дауду, алейхи вассалям. Один раз посланник Аллаха, второго узнали у бейбин ка'б. Второй чтец, абу Муса, аль Аш'ам. Один из часов из сахабов, из первого века, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, первого поколения. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, один раз вышел в мечеть. В свою мечеть. Те, кто были в Медине, видели мечеть посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, но однако раньше это было по-другому. То есть построено, не было это всего мрамора, украшения, были пальмы. Сверху была, как бы, вот эта вот закрыта листьями. И слышно было что-то, то, что происходит за стенами, были тонкие стены. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, слышал, что кто-то читает Кур'ан. И с ним вместе вышел Абу Бакар, Ради Аллаху Амху, и Умар. То есть раньше были некоторые двери, то есть открывались, закрывались подобно занавесу, вот так, а некоторые были открыты. И были тонкие стены. И тогда пророк Мухаммад, Саллаху Али Саляму, услышал, что кто-то красиво читает Коран. И пошел вместе с Абу Бакаром и с Умаром. И это был кто? Ибн Умм Абдиллах. Это был Ибн Умм Абд, это Кунья, как называли Ибн Мас'уда, рада Аллаху Абд, рада Аллаху Абд, рада Аллаху Абд. То есть очень понравилось произношение этого чтения посланнику Аллаха, его прекрасный голос. И понравился Абу Бакру, и Умар, рада Аллаху Абд, и тогда сказал, То, кто хочет послушать Кур'ан в свежем его виде, как он ниспослан, то есть в оригинале в таком, именно слухом хочет прослушать, прочувствовать его, пусть читает подобное чтение Ибн Умм Абд, подобное чтение Ибн Мас'уда, рада Аллаху Абд, поэтому То есть они не показались, пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, не показался ему на глаза, но они послушали, то есть когда они слушали, слушали его чтение, и он не знал ночью, кто же его слушает, и тогда После того, как он прочитал Кур'ан, поднял руки и начал обращаться к Аллаху, обращаться с дуа, с мольбой, И сказал ему Скажи сейчас Сейчас тебя Всевышний Аллах, субхану ва Тааля, слышит Сейчас он отвечает на твою дуа Сейчас тебя Аллах, субхану ва Тааля, слушает И сейчас он тебе ответит на твою дуа После того, как он слушал, читал и слушал речь Аллаха, слова Аллаха, после этого чтения он начал свою речь, обращаться к Аллаху со своей речью. То есть, вначале прослушал речь Аллаха, после этого свою речь отдавал Аллаху, то есть, обращался с дуа. Поэтому ученые говорят, одно из времен, когда Аллах принимает дуа, после чтения Кур'ана, то есть, именно опираясь на этот хадис, когда Ибн Мас'уд, Рад Аллаху, прочитал Кур'ан и начал делать дуа, пророк Мухаммад, ему сказал, Говори, проси больше, сейчас тебя Аллах Субхану А.С. слушает и отвечает тебе. Посланник Аллаха, С.А. очень сильно любил часов Кур'ана. Те, кто с Кур'аном, он их очень сильно любил. Отдельно, то есть, любовь к ним была. И сахабы между собой соревновались в чтении, в изучении, в зубрежке и понимании Кур'ана. Поэтому, пророк Мухаммад, С.А. также подошел к Ибн Мас'уду, Рад Аллаху А. один раз, и сказал, Икра Али, почитай мне Кур'ан. На что Ибн Мас'уд, Рад Аллаху А. сказал, Тебе я буду читать, Я, Расул Аллах, тебе же не спослан. Как я могу тебе читать Кур'ан? Тебе же он не спослан. На что пророк Мухаммад, С.А. сказал, Я люблю слушать кого-то помимо себя. Поэтому, опять же, из-за такой сунны, когда часы Кур'ана собираются, опять же, когда мы в Саудии жили, к своему шейху ходил, когда сдавать Кур'ан, шейха Аддал Кальбани, другие часы тоже приезжали, и один читает, второй читает, третий. То есть, он читает, этот его слушает. То есть, из сунны, опять же, не только читать, но и слушать тоже. Поэтому, мураджиа, братья, те, кто, аль-хамдуля, из вас, сестры, знает Кур'ан, весь Кур'ан, или там половина Кур'ана, или какое-то количество Кур'ана, есть мураджиа, повторение, глядя, есть повторение, то есть, ты вообще не открываешь Кур'ан, из головы все, из сердца повторяешь. Есть один из видов повторения, бессама, когда ты слушаешь. Например, тебе нравится какой-то чтец, ты его включаешь, и повторяешь те суры, которые ты наизусть, постоянно повторяешь, аль-хамдуля, это тоже хорошее повторение. То есть, он сказал, пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, «Икра алейка, прочитай мне». Ибн Масауд сказал, «Акра алейка, алейка, унзиль». Тебе я буду читать, тебе же не спослан. На что, салаллаху алейкум, сказал, «Инни ухибу ан астами'а мин гайри». «Я люблю слушать кого-то помимо себя». И начал читать сурата н-ниса, «Хатта васала иля кавли Аллахи та'ала». Дошел до аяты, где Всевышний Аллах, Субханава та'ала, сказал, «И как будет в тот день, когда из каждой общины мы приведем шахида?» Из каждой общины мы приведем шахида, из каждой общины мы приведем свидетелей, и ты, Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, будешь шахид на них всех, ты будешь для них всех свидетелем. Тогда заплакал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на этом аяте и сказал, достаточно. Поэтому, все небесные писания, это слова Аллаха, субхану алейхи вассалям, Аллах не спасал Таурат, Муса, не спасал Забур, Дауду, не спасал Сухов, свитки, Ибрахиму, не спасал Инджиль, не спасал Куран, Мухаммаду, для всего человечества. Поэтому, все книги небесные, это каляму Аллах, это речь Аллаха. Ваджа'ал Аллаху, Кур'ан, мисл кутубы самовыя куллаха. Но, однако, Кур'ан, Всевышний Аллах, субхану алейхи вассалям, сделал подобно всем книгам. То есть, если одна книга, например, мне что-то есть, например, в Торе, в Инджиле что-то другое, там, чем-то отличается, да, какие-то законы и так далее, чего-то там недостаточно, того, чего не было, например, там есть то, чего не было в Торе или наоборот. Но в Кур'ане все есть. То есть, один Кур'ан, подобно всем небесным книгам. Джами'а куллю мафихи минал-ибр. В Кур'ане все собрано, все примеры и все пользы. Поэтому, Всевышний Аллах, субхану алейхи вассалям, описывал в Кур'ан, сказал, Кур'ан подтверждает все, что было сказано до этого в книгах и также мухайминан алейх. То есть, разъясняет и дополнение еще помимо этого. То есть, все, что было в предыдущих писаниях в Кур'ане есть и плюс еще новые законы. И так же, Всевышний Аллах, субхану алейхи вассалям, сказал пророку Мухаммаду, субхану алейхи вассалям. И это же нас касается. Субхану алейхи вассалям сказал, И вот сказал посланник Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, Я Рабби, о мой Господь, поистине мой народ отдалился от Кур'ана, оставил Кур'ан. То есть, так же, как отдалился во времена посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, народ от Кур'ана, К сожалению, в сегодняшний день тоже люди отдалились от Кур'ана. И из числа мусульман, то есть, не хотят изучать Кур'ан. Даже, например, если смотришь, сколько людей хотели научиться Кур'ан, Каждый год он начинает, у него не получается там, Или там один-два урока пропустил, все оставил, забыл, у меня дела не получаются и так далее. Потом на следующий год опять возвращается этот человек и говорит, Опять хочу научиться с нуля, опять начинает, походит несколько занятий, опять оставляет. И так далее. Субхану алейхи, нет у него такого стремления, желания. У меня один близкий брат, хотелось поделить с вами, да. Аллах, субхану алейх, ему дал большого такого положения, вообще, альхамду ля, из-за риска. Аллах, субхану алейх, ему дал много риска, Аллах, ему дал много, большой удел. У него там свои заводы, нефтяные компании, два своих самолета есть, да. То есть, альхамду ля, Аллах, субхану алейх, ему много что дал. Он читает Кур'ан, нараспев, читает пять раз в день намаз. Но он быстро научился и четко, с таджвидом много изучает. Он уже ему под 60 лет уже сейчас. И он, когда ходил, я даже сам помню, субхану алейх, он приходил ко мне на урок в мечеть. Например, мы с ним договаривались, так, во сколько, например, там скажем, в три часа. Он говорит, а можно без пяти-три? То есть, смотрите, как пунктуально относился к этому. То есть, у нас урок, если был час, можно без пяти-три, потому что у меня там потом встреча, там еще что-то. Один раз было, субхану алейх, такое, я ему звоню, говорю, вы где? Он говорит, все-все-все, как говорит, я иду, тут пробка большая, я машину бросил. Я, говорит, сейчас бегу через дорогу, там, на Минской, бегу и к вам сейчас приду. Сильный ливен на улице, он с вами охранником бежит, там, зонтиком его держат. Он бежит быстро-быстро, чтобы успеть на Кур'ан уже ему за 50 лет. И он, амхамду алейх, он учился. И когда я ему задал вопрос, маше Аллах, я говорю, вы, многие молодые, как бы, не могут, как бы, устоять. То есть, начинают, оставляют, говорю, вы, как бы, у вас столько дел, там, да, как бы, там, бизнес, другие дела. То есть, как вы, вот, маше Аллах, как бы, так усердие делали. Он говорит, а я, вот эти вот слова, субхану алейх, пусть каждый из нас возьмет, он говорит, я, говорит, на урок Кур'ана ходил, как на встречу с Аллахом. То есть, я понимал, что Кур'ан это обращение к Аллаху, субхану алейх, я понимал, для чего я хочу изучить этот Кур'ан, чтобы читать обращение Аллаха, субхану алейх. И эта встреча, и он мне говорит, как я могу, говорит, поменять встречу с Аллахом на встречу с каким-то, там, бизнесменом, олигархом, или каким-то, там, министром и так далее. Как я могу поменять встречу с Аллахом? И это дает, в Аллахе, это для меня дало сильное такое, да, субхану, задуматься. Поэтому он говорит, я, говорит, все, что сделал. Обычно как, вот, к сожалению, да, бывает. Ну, давай там, например, Кур'ан, брат, все, я готов учиться, но вот в это время у меня там встреча, в то время у меня там. И он какое-то вот смотрит время для Кур'ана, чтобы найти потом и то, когда наступает это время, брат, сегодня, наверное, не получится, извините это. А этот человек, и вообще, как должен быть мусульманин, все свои остальные встречи подгонять под урок Кур'ана. Не Кур'ан подгонять, а остальные все встречи под это подгонять. Тогда научится, иншаллах. Он должен понимать, что это не игрушки, это речь Аллаха, субхану, 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 субхану. Посмотрите, мы сейчас с вами прочитали, как он возвышен, тот, кто с Кур'аном, тот, кто читает Кур'ан. Для чего мы вот это вот сейчас, вот перед тем, как начинать, иншаллах, братья и сестры, в Тафтир зайти, почему вот это вот тамгид, вот это вот как бы вступление мы с вами каждый день разбираем, дабы понять величие Кур'ана, дабы понять величие Кур'ана. И как преуспел тот человек, который вместе с Кур'аном. Аллах, субхану, 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 все дела решает. Если человек будет этой дуне занят, постоянно думать об этом, как сказал пророк Мухаммад, у него будут столько дел, он не сможет избавиться от этих дел. Но если у человека будет основная цель, это вечность, то эта дуне придет к нему рагами, то есть это она и к нему придет, сделает поклон этому человеку, то есть, так скажем, преклониться перед этим человеком. Риск наш с вами никуда не уйдет от нас, в Аллахе. Но мы должны цель с вами устраивать, сделать, поставить, то есть, цель и идти к этому, иншаллах. Если ты намерился, то, если ты поставил цель, то полагайся на Аллах, субхану, 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 субхану. Поэтому, когда задают вопрос, как изучать Кур'ан, а вот что там, а вдруг получится, вдруг не получится. Валлах, у нас братья есть, которые пять лет подряд приходят, и так и не научились. А есть братья, которые, альхамду лилля, там два месяца походили и четко читают Кур'ан, то есть, цель поставить нужно. И говоришь, то есть, если у тебя столько вопросов, и с первого же урока начинается, то ты не научишься. как говорят ученые, три вида людей никогда не получат знания. Это тот человек, у которого нету сабра, у которого нету терпения, быстро все хочет. Сегодняшний день пришел, ловить не знает, хочет стать хафидом. Он не получит знания. Все должно быть иннам аддин, иннам аль айнму битта альнуму сабру битта саббур, сказал пророк Мухаммад, саллаху алисин, знания, через обучение приходит постепенно. И также терпение через тасаббур, когда ты много проявляешь его в тех или иных ситуациях, к тебе приходит потом это терпение. Второй вид людей, которые не получат знания, аль мустахи, которые стесняются задать вопрос. Почему? То есть стесняются вопрос. Вдруг там скажут, как раньше, помните, когда мы сидели в школе там или в университете, стеснялись спросить, может, а что там мои коллеги подумают, что я не знаю. Вот этот человек не получит знания, не нужно стесняться, задавать вопрос. Валлаху ля астахимин аль хакк. Говорит, Аллах не стесняется истины. И третий вид людей не получит знания мутакаббир, высокомерное. А что я буду там спрашивать, кто он там такой, чтобы у нас спрашивают. Вот эти три вида людей никогда не получат знания. Поэтому на сегодняшний день тоже отдалились люди от Кур'ана, оставили Кур'ан, оставили Кур'ан на второй план, сидят в сегодняшний день много времени проводят за интернетом, за телевизором, разговаривают там ненужные там беседы вообще, которые не приносят пользу иной ни в Дуне, ни в Ахр. Ладно бы, если эта польза была бы от беседы в Дуне. Даже в Дуне не приносит никакой пользы. Поэтому мы должны с вами, уважаемые братья и сестры, аль-хамдул-Лля, представляете, вот с Кур'аном знаете, как жить? Вот сейчас вот, аль-хамдул-Лля, начнется тарабих намаз, будем читать Кур'ан, да, аль-хамдул-Лля, или мы хотим открыть Кур'ан, почитать после намаза. То есть, и там обращение. Мы должны с вами понимать, что это обращение Аллаха к нам. Бывает такое, когда ты ждешь письмо Ресалин, то есть, какое-то сообщение от близкого человека, от любимого человека. Как ты его с нетерпением ждешь, когда он тебе ответит? Или как ты ждешь? Вот так же мы должны ждать вот это сообщение от Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля. На сегодняшний день даже из арабоязычных многие не знают тафсир. Многие арабы не знают тафсир. Поэтому Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит, например, в Кур'ане Многие из арабов эти тафсиры не знают. Или Аллаху ссамат. Или гасикин идя ва-кап. Му'ксада. Эти слова, как бы, даже арабоязычные люди не понимают значения. Почему? Потому что нужно изучать тафсир. Также многие люди не возвращаются во время, чтобы взять какой-то хукам, ответ на вопрос. То есть, например, даже бывает, приведу вам пример, приходят, например, два бизнесмена, чтобы решить тот или иной вопрос. И приходят они в мечеть уже как на последней стадии. Давай по шариату, брат, решим. Вначале там они между собой там пересудились, там друг друга обидели и так далее. Уже никак не получается хап забрать. Давай в шариат. В конце уже приходят мечеть. Надо с этого же начинать. Надо Аллаху в Кур'ане, субхану ва-та-Аля, говорит, если вы в чем-то спорите, разногласии, вернитесь к Аллаху, Кур'ану, к Аллаху, к Аллаху, к Аллаху, к Аллаху, саламу. Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит, кто же может быть более красивее, у кого, чьё же более прекраснее может быть хукм, вынос решение, чем как не решение Аллаха, субхану ва-та-Аля, для убежденных людей. Много людей не подчиняются приказам Кур'ана. Например, Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит в Кур'ане, говорите людям прекрасные, хорошие слова. Видишь, человек идет материться, ругается, обзывает, унижает словами и так далее. Тот момент, когда Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит, говорите людям благое. Или Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, в Кур'ане, сами себя не уничтожайте своими руками. Смотрит, человек сам себя уничтожает. То есть, имеется в виду вредные привычки какие-то, у него там, курить там, или алкоголь выпивает, астахфиралла. Аллах, субхану ва-та-Аля, ему говорит, сам себя не уничтожай. Это тело не твое. Аллах, этот разум не наш, это не нам принадлежит. Мы принадлежим Аллаху. Аллах нам дал. Инна лилляхи, ва инна илляхи ради ум, мы принадлежим к Аллаху, и к Нему мы возвращаемся. Или, например, Аллах в Кур'ане говорит, ва ашируху набиль ма'руф. Обращайтесь к своим женам, справедливо, справедливость. Видишь, астахфираллах, иногда удивляешься, когда в некоторых мусульманских семьях, там, а ты кто такая там женщина? Ты вообще там, астахфиралла, не кто ты там, это вот, как я скажу, там идет, пинает, бьет, и так далее. Такие часто бывают из практикующих мусульманских семей. А где тогда Кур'ан у тебя? Ты где-то его берешь, а в другом месте ты оставляешь. Субхану ва-та-Аля, так не должно быть. И также, аадаму истишфау бихи. Аадаму истишфау бихи, это что? Когда человек не берет Кур'ан, как исцеление. Аллах в Кур'ане говорит, Субхану ва-та-Аля, Скажи, поистине он для верующих указывает прямой путь и дает исцеление. Кур'ан дает исцеление. Также Всевышний, Субхану ва-та-Аля, в 40-е Исра сказал, Не спосылаем мы из Кур'ана то, в чем есть исцеление, шифа и милость для верующих. Также посланник Аллаха читал Ру'кья, лечил через Кур'ан. Если вспомним Абу Саид Камафи Сахих, Рака Раджулен Усиба Биладгатин Фа Аркаху Бисуратил Фадиха Фабурия Иля Явмикан Амрад Ваадума Аджаза Тиббе Аня Джихан Как Абу Саид Аль-Худри, один из подвижников, одного человека ужалил скорпион. И он прочитал на Ру'кья семь раз Сурата Аль-Фатиха. Опять же, Сурата Аль-Фатиха семь раз именно из Сунны читать, если через Сурата Аль-Фатиха, семь раз, не три раза, семь раз. Почему? Потому что Аллах в Кур'ане говорит Мы тебе не спослали семь аятов это Фатиха и Великий Кур'ан. То есть, смотрите, Аллах Субхану Ва Та'ля, хотя Фатиха из Кур'ана, но Аллах Субхану Ва Та'ля из ее величия, этой Суры, он что сказал? Мы тебе не спослали семь аятов семь аятов это Сурата Аль-Фатиха и также не спослали Кур'ан. Хотя Фатиха она в Кур'ане, то есть, из-за ее величия Аллах Субхану Ва Та'ля ее отдельно принес, семь раз прочитал Сурата Аль-Фатиха и Аллах Субхану Ва Та'ля дал этому человеку исцеление от жала Скорпиона. В тот момент, когда не было медицины, в тот момент, когда медицина была беспомощна, потому что не было даже в тот момент каких-то там лекарств, чтобы исцелить его, как-то сделать именно Кур'аном Аллах Субхану Ва Та'ля дал исцеление. Поэтому Кур'ан лечит аль-хамду лилля и на это уже доказывают вааллахи лаазим, на это есть доказательства, много доказательств даже из медиков, из мусульман и из немусульман. Из мусульман и из немусульман. Поэтому вот Шейх Абанаси у нас вот друг как раз Раقي, который Руки читает уже на протяжении 30 лет, наш близкий брат, он говорит то, что многие вот бывают в больнице, которые лежат, вот и ко мне в мечеть, вааллахи, я говорю как амана, то есть это многие приходят в больницу, мечеть после больницы и говорят, то что вааллахи, мы все анализы сдали, все нормально, но все равно что-то я чувствую со мной не так. И после Шейхану Кур'ан Аллах дающийся. Есть, да, есть ли болезни, которые нужно лечить через медицину, но есть болезни, которые медицина не справляется, только слово Всевышнего Создателя, Аллах Субхану Талли, Шейхан, исцеление. Поэтому даже Аллахи Архаму, Валиди, мой отец, Аллахи Архаму, когда я лежал в коме, даже тогда уже мне врачи сказали, это какое-то чудо, каждый день ему читалось Кур'ан, наливалось зэм-зэм, и Аллахаму, каждый день рукой читалось. И даже главврач Валлахи, 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 подошел ко мне, говорит, мы уже, он уже тут 20 дней лежит, мы его, как вы привезли, на второй день думали уже похоронить. Это для нас уже чудо, что он как бы даже в коме, в таком положении жив. Потому что, мы всегда Кур'ан читаем. И он мне ответил, говорит, я сам христианин, я тоже верю в Бога, поэтому я знаю, что есть чудо от Бога. И поэтому вот это чудо именно, как говорится от Бога, мы это с вами понимаем, мусульмане, да, это и есть Кур'ан, это именно исцеление. Но, помимо того, Кур'ан, это исцеление, для чего? Для сердца. Поэтому болезни сердца бывают двух видов. Хисси, это что? Это когда, например, у человека порог сердца, или нужен замена клапана, и так далее. Нужно, чтобы медицина туда, именно как бы, делали операции, и так далее. Но есть, также, болезни сердца, которые, они, то есть, по смыслу, имеется ввиду, что, когда у человека чверство сердца, когда у человека злое сердце, сильно такое, жесткое сердце, как подобно, как Аллах в Кур'ане говорит, подобно камню, или еще жестче. Вот этот Кур'ан смягчает сердце, лечит сердце от болезней, не именно вот, физических, болезней сердца, а от ма'навы, от именно вот этого, то есть, жесткого сердца, жесткости сердца, читает Кур'ан, из сердца человека, лечится и смягчается. Касуа, лина, это юлейин, а кальба, то есть, смягчает сердце. Поэтому, если кто-то из близких болеет у вас, то тоже читайте, наверное, Кур'ан в эти дни. У кого-то есть какая-то болезнь, читайте, Кур'ан с неятом, внутри сделайте, чтобы Аллах дал шифа, Аллах, с таким, иншаллах, будет давать исцеление, иншаллах. Поэтому, и самое главное, знаете, уважаемые братья и сестры, очень важно, некоторые цепляются за того часа, или за это, вот это хорошо лечит Кур'аном, это этот. Нет такой профессии, ра-ки, нет такой профессии, в шариате, которая лечит ру-ки. Ру-ки связаны с чем? С их ласом, с искренностью. Каждый из вас, а самый искренний, кто может прочитать, сам на себя, сам на себя человек, как читала пророку, Мухаммад саллаху, а на себя Кур'ан. Также сказано, то, что, в судный день, Кур'ан будет заступником, за того, кто его читал, и жил по нему. Как приводится в Фессахи, в достоверном хадисе, в судный день, придут две суры, сурату Аль-Бакара и сурату Аль-Имран, подобно двумя тучи, будут похожи на две тучи, или на две стады птиц, на две стаи птиц, на две тучи, похожи будут, или похожи на две стаи птиц, будут защищать, именно заступников, заступниками, за того, кто их читал. То есть, представляете, сурату Аль-Бакара и сурату Аль-Имран, они придут в судный день, похожи на две тучи, или похожи на две стаи птиц, и будут защищать этого человека, будут проявлять заступничество за него. Также сказано в хадисе, то, что Кур'ан будет говорить, Я Рабби, мана'атуху, наума филлай, фашапфи'ани бих, вайкулю сиям, мана'атуху, анил-акли, ващурби финнага, фашапфи'ани бих, то есть, пост тоже заговорит и скажет, пост ураза, заговорит и скажет, О, Аллах, я ему запретил кушать, пить днем, дай ему заступничного через меня. Также Кур'ан скажет, я ему запрещал спать ночью, он читал меня, сделай так, чтобы я был заступником за него. То есть, если даже, например, человеку скажет, саракт, то есть, ты, например, что-то украл, тогда уже Кур'ан будет за него заступничать. То есть, человек не сможет, то есть, все будут говорить шепотом о страхе перед Аллахом, не знаю, что ответит на это, и Кур'ан за него будет просить Аллаха, субханаму а-та'але. Поэтому сказано, опять же, в Манзума Шатабе, то есть, Кур'ан, он сильно, сильно, сильно будет проявлять заступничество за своего любимчика, то есть, за того, кто читал его. Он будет говорить, ему скажут, ты украл этот Кур'ан, скажет, Аллах, прости его, Аллах, субханаму а-та, дай ему защиту через меня, Аллах, субханаму а-та, дай ему, ащафаа, именно заступничество через меня. Поэтому, субханам, великое, Кур'ан, как говорится, говорят ученые, даже если ты его забудешь, он тебя не забудет в судный день. Поэтому, если ты жил, брат монстра, и читал его, и жил по нему, и изучал его, скажут, что Кур'ана в судный день, в хадисе сказано, икра, вартаки, вараттил, кама кунта, тураттилу фидддунья, фаинна, манзилата, каинда, ахири, аятинта, икрауха, читай, и возвышайся. То есть, вы знаете, рай, он дараджат, ми а-та дараджат, сказано, сто степеней вверх, нар ад-даракат, огонь, джаханнам, пускай Аллах всех нас, с вами обережит от огня, скажите, аминь, ад, джаханнам он вниз, поэтому он вверх, вверх, в самый высший, лучший степень фирдаус, да Аллах, чтобы мы все с вами были вот эти, кто сейчас нас слушает, и кто с нами в эфире, и все мусульманы, аль-хамдалю, были в фирдаусе, иншаллах, все наши близкие, братья, кого мы любим, аль-хамдалю, чтобы мы все были в фирдаусе, иншаллах, я-раб, аминь, поэтому, чтобы лики вот это, чтобы мы, лица, которые сейчас смотрят этот эфир, иншаллах, чтобы они не были опечалены в судный день, а были, иншаллах, возвышены в райских садах, в фирдаусе, поэтому самый высший от фирдаус, и постепенно будет подниматься, читать с Куран, и Аллах, субханалю, будет говорить, читай, и поднимайся, с каждым аятом, который ты читаешь, читай, подобно тому, как ты читал в Дунья, то есть в мирской обители, и с каждым аятом будет читать, поднимается, и с каждым аятом, аятом Та Куран, а твой дом, постоянное место пробивания будет, будет там, на том последнем аяте, в котором ты остановишься, поэтому сколько ты его, чем больше ты его читал, тем больше будешь ты возвышаться в судный день, поэтому, угрожая братья и сестры, каждый из нас, то есть мы должны, как бы быть бдительными, чтобы у нас каждый день с вами был, какое-то время мы проводили с Кураном, каждый день, сейчас в Рамадан, это хорошая площадка, от этого толкнуться, и так на протяжении жизни, час, полчаса, 10 минут, 15 минут, два часа, одну страничку прочитать, две странички, один джуз, два джуза, три джуза, пол джуза, кто сколько сможет, по мере возможности, ну, чтобы каждый день, именно было у него, вот это вот, как бы, вот это вот, собеседование с Кураном, чтобы он сидел, читал, размышлял над ним, чтобы, также, каждый из нас должен, уважаемые братья и сестры, быть бдительными, и стараться, чтобы этот Куран оставил след в наших сердцах, оставил след в наших молитвах, чтобы наши молитвы не были на автомате, а именно, чтобы он оставил след в наших намазах, в нашей еде, в нашей семье, иншаллах, и во всех наших деньгах, чтобы оставил эфер, чтобы оставил, иншаллах, некий такой благой свет, иншаллах, и след. Барак Лафикум, Ваджизакум Лахаир, пускай Аллах примет от нас и от вас, наши поклонения, наши посты, иншаллах, уже, наверное, мы вывесим, послезавтра, это то, о чем сегодня хотелось рассказать, послезавтра, иншаллах, мы с вами расскажем, вообще, как он зародился, Куран, то есть, как он началось, вот это неспосылание Курана, иншаллах, то есть, что такое вахьи, что такое откровение, ведь Куран это откровение, переданное пророка Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, через ангела Джабраиль, александр, какие виды откровения бывают, как Аллах, Субханнатолюбе, передавал именно, Куран, послание к Аллаху, саллаху алейхи вассалям, я думаю, или в одной, Или в двух лекциях мы это закончим, иншаллах, вот это наше предисловие к Тафсиру. И потом уже, иншаллах, помился Аллаху, начнем с вами разбирать Тафсир, начиная с сурата Аль-Фатиха. И будем избирать такие аяты, иншаллах, выбирать, иншаллах, и вместе размышлять над Кураном. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы с вами были из семейства Курана. Агну Аллахи, которые это те, которые приближенные люди к Аллаху, которые близкие люди к Аллаху, и элита судного дня. Не забывайте друг друга делать дуа, не забывайте просить дуа, чтобы Аллах убрал от нас вот эти болезни, испытания, чтобы мы прошли достойно с вами, чтобы Аллах сохранил нас. Также, чтобы Аллах берег нас, иншаллах, как раз у меня тоже вчера была такая радостная новость. У меня братишка двоюродный в Ариаде, сейчас в магистратуре учится, тоже закончил весь Куран наизусть. Вчера я издал, аль-хамдул-ля, шейхом, получил и джазу, тоже, аль-хамдул-ля, так я говорю, Маша Аллах в месяц Рамадан, первые дни месяца Рамадан, пускай Аллах от него примет, и пускай Аллах сделает нас, иншаллах, из тех людей, которые читают Куран, понимают Куран и следуют Курану. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.